Ну что ж, доброе время суток, дорогие друзья, с вами StarLadder и мы наблюдаем за пролигой 18 сезона, где у нас участвуют такие коллективы, как Охрана, и они будут играть у нас за Radiant и за Dair у нас играет сегодня PentaSports. А для вас комментируют эту игру VPShadow и Eritail, и что же ты думаешь по поводу пикабанов? Интересненько, Паджик видим третьим пиком уже, взлетает от команды Охрана и обычно это вариант, который оставляют для фана, а что сейчас собираются с этим делать команда, я не могу себе представить, но скорее всего это будет в саппорт, какая-нибудь четвертая позиция. Ну знаешь, этот фанчик иногда переворачивает игры, а уж против Веспа, так это вообще великолепная штука, можно не дать кого-то увести, как бы его не сейвили. Хук, штука эдакая. Ну и Рубена, кстати, себя сразу забирают, тоже весьма интересный пик, хотя воровать пока я не знаю, что. Он не слышен? Ну, не знаю, как-то Рубик ворующего не слышит, это достаточно редкая штука, Джаггер обычно после него сразу крутелку прожимает. Акс? Ну, вдруг повезет, мне больше интересно, на кого здесь рассчитан Висп. На Джаггернаута? Ну, тут понимаешь, Висп обычно в начале стоит все-таки с мидлейном, так как Джаггер обычно туда и ходит, может быть, но всегда остается шанс, что Джаггер пойдет пофармить, Акс пойдет, ну, скорее всего, в харду, ну, плюс-минус может в лесочек, а в мид могут поставить еще кого-то другого. Типа Тинни, про которого вспомнили на мажоре? Ну, вряд ли, Тинник как-то уже отошел на очень-очень далекие земли, он вообще не появляется практически, как-то не очень он радуется. Не, я сегодня его уже видела, так что мне кажется, такой вряд ли имеет место быть, но все равно маловероятно. Тинник такой персонаж очень интересный, что вроде парокаст он дает, но ему много чего надо. Вот он, кто в миде стоит, это Имберспирит, а вот его заливать хп маной, это круто, по крайней мере в начале. Да, ну, я с тобой согласна. Ну, видим то, что пока что очевидно все, половинка ему команды, все света, остается герой первой позиции напоследок. А у нас, кстати, еще один вариант может быть, если Эмбер в миде более-менее легко стоять будет, если там никаких сюрпризов мы не увидим, то Висп вообще может пойти с Аксом. Ты представляешь Акс, который постоянно хилится и вообще не боится идти никуда? Ну, действительно, такое тоже может быть, и главное, чтобы ему было куда идти. Ну да, с другой стороны там Вивер, Рубик, Тейпуч, могут просто один завонять, второй забегать сегодня и... И Легенка дуэль нападаст, да. Ну, Легенка все-таки в хардов отправится, хотя она может и в миде постоять, так, на секундочку. Ну, видишь, противники видят все-таки, что не хватает мид-лейнера, мне тоже кажется, что здесь все-таки хардовая Легионка, так что посмотрим, что здесь решит команда Пента. Прошу прощения, охрана. Ну, может быть. Действительно, Легионка в миде это достаточно редкий гость, но мы не будем его исключать, потому как бывает разное. Так что, кто его знает, а вдруг? Ну да, вдруг. Ну и остается второй саппорт, видимо, на четвертую позицию. Кто-то у команды Пента, кого-то видишь. Так, секунду, на четвертой висп у нас, это пятерочка, дезераптор. Так что, я не помню, когда в последний раз висп стоял в пятой. Он же должен баночку купить, там, лучше мекку какую-то ему еще сверху накинуть. У него баблишко должно водиться. Ну, должно водиться, действительно. В душе все-таки это тот герой, который... Больше всех умирает? Больше всех не умирает, он неотъемлемая часть, он просто половинка героя, на мой взгляд. Потому что он неразрывно связан, его судьба неразрывно связана с кем-то другим. Ну и инвокер гнид. Ну, не знаю, мне как-то больше нравится, когда висп все-таки очень мощная штука. Когда он бегает, всех заливает, всех спасает. Вот это персонаж великолепный. Ну и все-таки сюрприза не было. Нейбер Спирит прикупит себе сейчас Пурман с Шилд и будет не особо париться. Хотя, подхиливать его все же придется, скорее всего. Да и с виспом реально они могут агрессировать. Достаточно серьезно. Да, получается такие интересные пики. Катка тоже, мне кажется, обещает быть интересной. И... Да даже не знаю, что здесь сказать. Не сказать, что какая-то команда другу контрит, что кто-то кого-то сейчас сильнее. Оба коллектива, они боевые сейчас. Они могут наступать с самого начала. Да, тут можно почти угодно. Например, вот Пуч, если он попадает в кого-то хуком, особенно если в миде. Сразу в этот таргет прилетает колдснеп, и за счет второй способности Пуджа Рот они уже просто никого не отпустят. Даже если это будет висп, то тизернуться куда-то далеко, это реально Эмберу придется убежать. А такое мы вряд ли увидим. Да, мне кажется, здесь сек, кроме Акса, фринь потенциально хукабельный. Хотя, может, и Акса уже сможет. Ну, потому что... Да, хотя, в принципе, Джаггернад может раскрутиться, его тоже особо нечем будет убивать. Ну да, с Джаггернад это единственная цель, от которой, в принципе... Можно католиться. Да, лучше не хуковать, там можно и самому приехать случайно. А остальные очень даже сладенькие. Но что касается вот этого Эмберспирита, как он тебе вообще на перспективку? На перспективку? Мне интересно, а какого у него будет этом билд, если честно? Ну, сейчас классически все-таки в мага. Вот это вот... Ну, может. Не, я не верю, что это будет БФ и прочее. Вот не верю. Все-таки это очень имбовато, когда ты закупаешь Экторин Корр и просто 5 секунд длительность Силенчейнс на 25 уровне. И 5, там, точка 100 с копейками откат. Ну, это шимба, это просто не контрится. Ну, давай все-таки посмотрим. Я все-таки рассчитываю на более-менее интересную игру. Надеюсь, стандартными закупками не будут ограничиваться у нас команды. И давай их потихоньку приставлять. Охрана у нас играет за силы света. И Канеки у нас будет играть на Вивере. И, кстати, будет играть на Легион Коммандере. Биба 3.2.2 будет играть на Инвокере. Локес на Пудже. И Спейси будет показывать свою игру на Рубике. И тем временем у коллектива Пента Кант будет играть на Виспе. ТМВ у нас поиграет на Эмберспирите. Сид на Дизрапторе. Радек у нас на Аксе. Ну, и Мейден будет играть на Джаггерналте. Видим, что Висп закупил себя Ренталон. И вообще первые минуты 3 проведет в лесу. Ввезет оттуда себе баночку и уровень. И только потом присоединится к Виверу. К Виверу, к Эмберу, конечно же. И будут как-то напрягать. Мне кажется, это же по ситуации зависит. Он вообще как-то пойдет. Может, там будет кого убивать. В общем, баночку купит и будет бегающей фласочкой на первое время. Ну и Пудж с Тапком также весьма активный персонаж. И я очень надеюсь, что уже на первых уровнях он пойдет кого-нибудь вонять. Ну, судя по закупу, это действительно будет так. То есть он не будет как-то расхиживаться на месте и пойдет искать себе жертву. Потенциально, мне кажется, он все-таки пойдет на... Да, кстати, куда он пойдет? Мне кажется, на Миде он будет тусоваться недалеко от Инвокера. А мне кажется, если он просечет сейчас, что Виспе стоит в лесу, то пойдет его искать. Ну вот это оно. Я хотела сначала заединиться просто про Изи Лейн, а потом поняла, что Виспе пойдет в лес. И не так очевидно, что он туда пойдет. Ну, обратят внимание вообще, что Виспе нет на лайнах. И я думаю, что Пуч пойдет искать. Ну, на самом деле, очень разумное решение отправить Испа все-таки в лес. Потому что, на самом деле, в самом начале от него толка не особо много. Кому он сейчас поможет кого-то убить? Ну, да, тем более, что с Айрон Талоном у него даже до банки очень-очень нескоро. Так, что такие пироги? Сверху у нас уже размен по хп-шке. Легионка, естественно, бодается с Дезраптором. И кому же тут неприятнее? Легионка, конечно, затарила жутко, но тут есть Блэк Сьюри. И, возможно, ее закрутят. Она там уже должна хватать. Тычка, по-другому дуру? Ну, нет, все-таки Фарифайр. Спасает ей жизнь. Есть такое. Фарифайр штука весьма целительная. На самом деле здесь Фарифайр был один. Дальше-то как она будет действовать? А дальше у нас придет третья-четвертая минута. Он просто прикупит себе, наверное, какую-нибудь рейндроп. А внизу-то смотри, Акса ловит. В итоге воняет пушь. Добивает как-то вивер. И пару тысяч буквально остался в этой великой мест напоследок. И без шансов. Первый ферсбалд достался виверу. Эскейпинг нету. Вот вам фраг. Сгулял немножко Акс. Поверил в себя. Да, на самом деле он долго жил, но все равно в одиночестве он там выживать не будет. И потенциально так и будет пушь. Трогать, я все-таки действительно ожидала, что он пойдет в мид, но Акс тоже сладкая цель у нас. Ну, с Эмберспиритом там посложнее. Там щиток, в конце концов. И сейчас третий уровень общего Эмбера появится. Там будет еще сложнее. Квас и не качал, колдснепа не будет. Грустно, но с другой стороны, без ветра тоже щиточки не скинет. Так что, может быть, он планирует взять все на единицу со старта, чтобы было и Торнадо, и колдснеп, и Санстрайк. Нет. Интересно. Думаю, рано или поздно в единичку вкачай. Думаю, у Клэву у с шестома хотя бы там в единичку к вас будет. Но, видимо, он решил предотвратить предпочтение экзорта. Но это тоже, кстати, имеет место быть, потому что мощный Санстрайк здесь хорошо себя проявил. Естественно. Пуш кого-то поймал, туда Санстрайк, там навернуться будет крайне сложно. Но, опять же, если с Эмбером бодаться хочет, то Торнадо будет очень нелишним. Но я думаю, что здесь сделана оставка в пользу всех остальных героев, но кроме Эмбера. Так что, ну, типа будет сам. И выкрепитаться как-то с ним расправиться. Может быть. Хотя, кто его знает, может все-таки прислушиваться к голосу. Вот пошел щиточек, мне очень приятный. У нас что Эмберу, что инволкеру. Мой Эмбер, слушай, приседает по хп куда серьезнее. Просто ударами с руки. Ну да, потому что экзорта, потому что есть. Потому что он может. Ну да. Не особо Эмбер отличается большой броней, поэтому пробивать его с руки очень даже можно. Сейчас можно подцепить легионку, кстати. Висп стянулся сюда. Джаггер уже забегает на нее, ставится кинетик филд. Ручками, ручками, повиспята пошли, закручивают. И хватит ли дэмэджа у нас глимс. И должны забирать. Еще по три удара скинутся, щиточек работает великолепно, но нет. Долго. Очень долго там жила легенка еще и на мете забирает у нас Эмбер все-таки. А у нас ответа надо, вот отсутствие торнадо. Постоянно работающих щитов. Разрезай путь, просто плотною. Нет, не попал. А было бы красиво. Хотя дэмэ же все равно бы не хватило. Повиспой. Да. Завонять можно было потом, ну да ладно. Ну, вроде, твоей герой там попавонить не особо времени было бы. Вот если бы быстро пукануть и отойти, было бы красиво, конечно. Но там и когда легенка убивали, путь стояла рядом, но не рискнув соваться. Я думала просто изначально, что там планируется какой-то особый гаг, выход на Джаггерланта, который сам бы раздавил. Но не успел он выйти понял в ситуации. Очень интересный момент получился. Висп с Эмберспиритом берут и забирают эншентов. Ну, естественно, обузят шрайн для того, чтобы полностью захилить Эмбера. Он прожимает все способности за счет дикого хила под тизером. Он остался фуловым, несмотря на то, что завязывал все способности. А что мелки приятны? Да, там еще повезло на самом деле, что хорошие эншенты появились. Потому как только у вот этих новых, непонятно кто, этих эншентов, у них резисток к магии нету. У остальных по 70%, так что приятного в этом мало. Ну, пусть там как-то бодался с дезеравтором, ничего у него особо из этого не вышло. Как-то не особо, он здесь активен. Один враг сделал, и все, и ходит. А вот сейчас ему посложнее найти себя на карте. Опять же, вот эта вот агрессия на легионку принесла достаточно много золота, что джиггернауту, что дезераптору. Ну вот Эмбер, он все время у хп, почему бы на него не выйти? А там щиток, а скидывать щиток нечем. Ну все равно, чуть-чуть совсем дамы же все время инвокера не хватает. Один хок, мне кажется, явно бы решила эту проблему. Чуть-чуть хп не хватает. Чуть-чуть хп не хватает, чтобы пережить. И в итоге выходит у нас на инвокере рядом пуш, но он не особо себе подсэйвящий герой, поэтому инвокер очень быстро умирает. Пусть здесь тоже отъедет, считается он как-то забросил у Виспа, но в итоге минус 2. Ну тебе Эмбер, он даже щиток не потерял. Да? Ну Висп все уже поздно, Висп уже вышел на тропы войны, у него уже есть бутылка, он уже полезный. Ну так вот тебе Висп из леса. На самом деле он выносит эту бутылку реально вот в первые 2-3 минуты, если его в лесу не загангарь. Поэтому на самом деле большое упущение, что Пуч не пошел его искать сразу же. Видишь, как он бодро все-таки бьет своими... Кимпо-воспятую? Да, шариками. Висп очень крутой персонаж, местами недооценен. Я даже видел, когда Висп и отправлялись в МИД, очень интересно, хотя достаточно рискованный вариант. За счет своего вот этого резиста к урону, хоть и себя дамажит, может достаточно много с хорошим уровнем. Да, не то, чтобы недооцененный, он как МИД, значит он просто бояться играть, бояться, что он с ним не разрулит. В нужный момент микроконтроля не хватит, и в итоге сольется игра. Сложный персонаж, крайне сложный. А вот Экто Вивера как-то цепляет, но не думаю, что Акс его добьет, хотя демо сейчас чуть-чуть не хватило, но... Да, таймлэпс и все. И как видите, он еще и не огреб. Нет, это не шанс. Экто Вивер это такой персонаж, который, если ты ошибаешься, то все пиши пропало, так он у нас в МИДе драка была. Ну, сейчас просто минус второй напишет себе имберспириды, будет ему неплохо. И нужно... Этого имбера, по-моему, останавливать уже будет нечем, буквально минут через пять. Он уже вон практически половину себе дискорда набрал по золоту. Будет очень страшным таргетом. А, Вивер, ты смотри, он сейчас употребляет, но нет, потратил агры здесь, Акс. Вот если бы он сейчас удачно подцепил, то вдвоем свиском бы просто мокроумисы по нему не оставили. Там бы просто ультануть и все. Вверху дуэль куда-то просто в молоко. Пытался здесь, конечно, диздрапт разобрать, в итоге путь промахивается фукон. Все уже, да. Да, невнятный файтер, мне кажется, здесь еще и легионка отъехать, действительно, пути очень можно не залетать, да еще и репликейсы, да? Ревокей, прошу прощения, если бы залетелся, в том числе. Так, что это очень жесткая, вот это плане. Вообще интересно, вот диск, конечно, который привозит тебе хардлайнер на голову. Опаньки, сам страйк попадает в диздраптора, вот это просто снайпер-шот. Ну и тут как бы еще, Лаксу, не подстрелять, хотя мы ныне-то на хуку пуджа, поэтому он ничего интересного, не выйдет. Ну, пуджа как-то не задается с этим играть. Это поначалу, я думаю, пристреляется и потом будет переворачиваться. Там уже некого убивать будет, там уже весь ведь всегда будет рядом висп и кого, эмбер уже не подцепит. А как же виспах укануть, быстренько забрать по дизмейбер? А ведь найти зарядку из полкарты. А, смотри, а сейчас ты рядом никого нет, и в итоге вивер неужели заберет из пай, действительно? Нет, не хватило дэвиджа, магический висп. У нас, по-моему, по цепи Джаггера есть целикинез, и легионки руками пытаются раздамажить, сенстрайк и, да, есть фраг. А реалокит это нет, не было возможности спасти, поэтому он был действительно без шансов. Чудом особо, наверное, дизрактор ушел, но у него и ультимейт, к слову нету, так же, я думаю, он еще сзади пытал. Если висп сюда прилетал, у него хила не так много, чтобы просто от троих как-то спасти, тем более, что там Блэйд Фьюри было прожато. Ну, там же еще дизрактор рядом был, я думала бы, когда рискнули сунутся, а так он просто сзади постоял, посмотрел, на такой, ну, ладно, понятно. Ульты нету, стенку поставил, дэмиджи он тоже особо не выдает поначалу. Ну, ладно, у нас тут контратака, и легионку глимсуют прям по таврым, по-моему, она тут приехала, еще у меня слэш в нее, и слэмданк. Так, сон, остается фраг. А, что, ну, мне слэш, действительно, на первом левеле не особо. У нас еще инвокер подвстрял, и до свидания инвокер. Плохо, есть, на самом деле, я почувствую, действительно, на крополях, как ты жил, но с виспомом чувствую себя более-менее в безопасности. Тут с виспом, по-моему, кто угодно может наглядеть тизер, у него уже сурна, баночка, фила там будет очень много, если его как-то не подконтроливать в замесе. Ой, вивер, по-моему, опять виспо будет пробовать настичь, а у него маны нету на телепорт, он пытается отпиться баночкой, и... Нет, по-моему, приехал тут виспо отсутствием маны, его, по сути, приговорила. Да, да, не хватило четырех маны. А пусть цепляет у нас дезераптора, но как бы здесь не построил сам пульс, но рядом со Шрайном Срам, и Шайна Ктина, его можно заюзать, но... Огрызнулся чуть-чекер нато даже назад. Ну да, а не сильно, думаю, помог он здесь, потому что пусть все-таки толстоват, три пички у нас, чтобы не хватило. Может быть и так, а может быть и хватило, кто его знает. И опять выход на инвокер, а нет, инвокер во время отошел. Без виспо так нагреть не получится прямо под тавр, поэтому, наверное, это и остудила его. Букер прокачал таки для себя. Класс. Интересно. Ой-ей, а на вивер это выход? В этот раз Акс раньше времени агр не прожала, агроня до сих пор есть, если здесь и висп. Догонять его надо, но нет, убегая фибер назад. Еще и рядом там, видимо, рубит, подтянулся на всякий случай. Эх, а чтобы даггер поскорее, как у него там делишки. 1800 уже, думаю, через минутку-полторы можно будет ожидать даггер. А вот с этого начнется другая игра. Ну, теперь ты смотри, Акс остался один, и как бы мы здесь не построить, но в итоге он прижимает агр, чтобы он меньше пробивали. Просто улетела. Тем временем инвокера была попытка напасть, но хорошая контратака и эмбера тут стеред в порошок. Опять не было виспорядом, вис занят на топе. И виск, кстати, может построить сейчас от легенки, если обновление, конечно, за седенка. Ну, нет. И видимо, этот виспо умрет сейчас. Уолкер пытается добить и добивает, между прочим. А что он там по легенке нету, идет, скорее всего, глянса-то нету. Он потрачен был, да, есть. Ну, я глянса-нули там уже в сетку, но слишком медленно джаггер пришел, и поэтому-то ничего не дало. Да и джаггер, на самом деле, не хватало дэмажа, потому что нам не слышать фирманы нету. Ну, бывает. У джаггера вообще поначалу статов не так много в плане интеллекта. Буквально закрутился, и уже все, нам не слышь маны не хватает. Да, помнится, раньше была фишка качать ему на втором левеле статы, чтобы хватало маны на две раскрутки. А там потом еще и монокосты немножко изменили. Раньше, если ты помнишь, монокост был, скажем, одинаковый на всех уровнях прокачки этого Блэйд Фьюри. А сейчас уровнем он уменьшается, по-моему. Да, он уменьшается со 120 до 90. Ну и за счет этого еще потом порезали ему, вот, сначала, вернее, на первых уровнях откат большой, а теперь поменьше. ДПС немножко изменили, потом перерабатывали жутко. А потом еще и решили статы от Джаггернаута порезать. И это совсем грустно стало. Так что тут такие пироги. Сильно поддался изменениям этот Джаггернаут в плане Блэйд Фьюри. Да, оно и видно. И не выкрик, к слову, он уже вкачался в себе класс. Вполне себе может на полную мощность воевать, но инжурс у него все равно замакшенный. То есть на стояке у нас мощнее взлетает. Но один раз он удачно попал. В остальном это как-то не сильно проявлялось. А4 у нас собирается внизу, ребята, и будут идти на Тауэр, который, к слову, совсем уже на крополях стоит. И спасти его даже не успеть даже, если захотят. Но я вот честно очень хочу увидеть, как инвокер все-таки берет, вкачивает торнадо себе и скидывает щиток с этого имберспирита. Потому как, ну, под щитком он непробиваемый в данный момент. Ну, поздно пить боржоми, он уже вкачался в экзорс. И на рану уже будет таки фиг. И там на один раз даже квас векса хватит для того, чтобы просто дотянуться. Просто за счет диспелла он сбросит этот щиточек. И можно будет здесь имберспирить. Конечно, идет вот обедать, если не выцепляет на это весь контроль, вы только можете здесь улететь, еще и прилетать сюда. Ну, вот тебе и контратака, и сразу минус рубенчик, а город по пуджу, и жаль, не дотянулись у нас. А вот, кстати, торнадо есть чуть-чуть не туда, куда хотелось бы. Ну, да ладно, пусть приехал. У меня слышишь, еще с горочки Джаггер провязал, пуджо все-таки приговорили. Легенка на крисе, там, вязать эту тюльку. Интересно, там просто был релокейт от виспа, как-то чуть-чуть в сторонку, просто на подсветное в рандомном месте на котель. Нет, просто неподалеку от драки, я думаю, увозил. Ну, просто, чтобы не под фокусом оказалось, я беру у нас стака в миде, и Легенка отъехала. И на виспа еще накрыли тут у нас статик шторман. Великолепно сыгранно. Показ хороший, но поздно. Есть такое, ну, все, тут просто тимвайк. Великолепно сыгранно. Действительно. И больше остался в сравнении от событий, пошел там вот этот фармить, стыдливо, скажем так. Не совсем понятно, действительно, а че инвокер тут забыл? Ну, там так красиво накрыли, что Легенку, что вирус, рожаться было вообще бессмысленно. Ну, мне кажется, придя, приди сюда, ну, секунды раньше, инвокера, и кинул бы тот же самый проказ, то только у него было бы гораздо больше, потому что там уже разбежались по сторонам, в итоге цепляйтесь от пуджа и минус пять получается. Это уже минус... Минус шесть получается, там же путь умирал тоже прямо перед дракой. Там Рубик еще умер. Ну, тогда вот таки по-моему, крест. Ну, получается, смотри, у нас вот здесь много умер, кто? По-моему, Легионка, Рубик, Легионка, потом Рубик еще умер. У нас здесь... Нет, Легионка не умерла. Ну, тут просто... Ну, Рубик умер второй раз, короче. Просто финальный контест. И контест. Вот этот Эмбер, вот этот Висп, они просто сейчас делают всю игру. Виспа вначале не законтрили, он получил баночку, начал спасать Эмбера. Эмбер за счет этих спасений начал очень жестко давить в миде. Ну, и теперь они просто должны не отпускать эту игру. Ну, это просто хороший игрок на Виспе. Это Кант действительно показывает настоящую игру. Просто действительно чудеса микроконтроля, потому что никаких истеричных спылов, никаких спылов раньше времени. Все всегда к месту и вот по нужным таймингам, скажем так. Вот даже вот этот Релокейт, который недалеко от Драки, у них был он его дальше, не на низ бы столько дэмэджа Эмбера. А вы увидели, что он там с одного прокаста своего срубил уже Рубика. То, что он там почти практически полностью срубил Легионку. Эти тп ауты прям... Кстати, Рубики, а он-то нулфилд у нас не качает, а уже на один раз прокачает 10% спелл резиста, и это может уже играть достаточно серьезную роль. Там же практически весь прокаст магический пока что. Ну, кстати, да. Сайтер Вик об этом задуматься, но... Не доиграют. Ну ладно. У нас, возможно, атака на Эмберспирита. Что у него по Ременанту, он его оставил где-то за спиной. Нет. Не решаются атаковать. Еще и телепорты у нас прожаты. Ну, а действительно, карта уже как-то зажата не в их сторону. Вы сейчас поставите Легионка Агро Такса и Сандер Страйк. Еще и статик Штурм Кенетик Филд не отъехал. Где-то шансы. Слишком много. Ну, как-то вещь, долго не живет. На самом деле, пережил здесь. Слушай, уже это идет. Не трилокейт. Прилокейт просто закончится. Серии вы отпустили, а вис просто исправит за вас ошибку. На самом деле, Акс мог уже давно зарубить. Эту Легионку. Ну, что-то повременил, да. Еще чего чуть не отпустили. Ну, да ладно. Опять же, Висп исправил ошибку своего союзника. Ну, как-то тут охрана здесь втягивается. На самом деле, изратор вот этой сеткой спас их сейчас. Потому что... Ну, они бы там подфидили. Потому что они как-то с разных сторон заходили. Как-то не собрано. И в итоге еще один спасительный. Спасительная сетка. Неужели... Вернее, одумывается. Нет, он все-таки одумался и дальше идти не стал. Не, без инвокера вообще, в принципе, непонятно, чего они туда идут. На самом деле, может просто дамиджин хватить. Верк, конечно, персонаж очень крутой, но с одним драгонлэнсом. Не такое, чтобы имбадамаггер. Ну, мы видим, что на творчестве, на самом деле, картине не такая же засрога. У нас опять отъехал путь чуть-чуть. Сейчас как-то он загулял у себя по таврам. Ну, как загулял, когда у себя по таврам-то 2 нах... Хочется прям подгулять. Там, какая команда, там, бакс-дайгерам. Там, диск, в конце концов, с релакейтом. Они очень мощнее. Хочешь, могут даже на фонтан прыгнуть тебе на голову. В принципе, картина не такая уж и... Уже сочи конторса, там, я снова не так ищу. Стоять, подцепили инвокера на кола таксы. Опять прилетел, но и сюда все прилетели. Мусор вокер шилиганка ответит. Господи, что творят эти парни? Что они просто делают? Вроде никого не было. И тут просто 4 человека тебя на голову прыгают. А, буквально, сальто сделал, потому что взмахнулся ультой добить инвокера, но в этот же момент полетел на торнадо. Такой сальто захидел, красиво достаточно было. Бывают у доты такие приколюхи. А еще что-то еще интересное я такое видел. Где именно? По затарам или что? Не, насчет эффектов. Забавный эффект, когда Тускар, по-моему, сейчас это уже не работает, но раньше было забавно. Тускар, когда ультовал в Рошана, Рошан тоже сальто нам вдавал. Это смотрелось так абсурдно немножко. Вот этот камник головы просто на пол экрана подлетает. Ну, знаешь, огромная курица от Хекса тоже так тебе смотрится. Это еще куда не шло. Если бы она была маленькая, было бы больше вопросов, чего его так сжало. Я огромная рыбина вот эта подпрыгивающая после Эллиона. Ну, вот это, да, по-моему, опять отъехал Эмбер. Пришел, помог Аксу и сгрубили его все-таки. Да и не было шансов. Да никак. Нет у вас особо по сейву команды, разве что есть хук, но Пуш, как всегда, стране от событий не помогло. Ну, вот его и нагнали, кстати. Только посмотрел на него на миникарте, как его нагнали, и Акс в соло, ну как в соло, вместе со своим половинкой героя на Иво. Здесь, на самом деле, он на полтора героя тянет. Че, тебе так не нравится этот Иво? Половинка героя. Ну, просто такой персонаж, который часто без другого героя не представляет жизни. Знаешь, такая просто лапстори. Там, где он делает кого-то сильнее. И половину суппортов, в принципе, в соло ничего не могут. Так что, не знаю, тут же, да, допустим, он не исключительно персонаж поддержки. Oracle какой-нибудь. Ну, просто это такой персонаж, который создан для того, чтобы быть интроистом, понимаешь, ведь ради других героев. Тогда Акс прыгает, подспели Рубика. Рубика, интересно, Доргютли. Да, его фокусы тембера, его правда поднимают в стилькинез. Торнадо, Рубика все-таки спасли. Дуэлька в Виспо, ты уверен, что он сделает? Просто сделает. Он уже ничего не может сделать, они не понимают. Они тянут время. До чего, правда, я не знаю. Ну, тут уханули Дизраптора, Дизраптора хилят. Даже его не убили. Херсонули, все, Дизраптор жив. Там до конца идет Джаггернаут, он, по-моему, с Эггисом, поэтому не особо боится. По-моему, это же Гаггернаут. Просто 4-4 почти дерутся. Все живут, просто все живут. Глимсанули их уханули у Рубика. Ну что, Хурш, добьешь ты Акса? Не добьешь ты Акса. Разменяла Егу, наконец-то. Наконец-то, да не прошло и годы. Дизраптор там очень хорошо, конечно, выжил. Мне это очень просто понравилось. Но в итоге здесь без компромиссов будут забирать эту сторону. Противопоставить нечего. И навряд ли сунется вся команда. Они понимают, что они гораздо слабее, чем их противники. И через сбегу. И нет, спасли твой фукорный. У нас легенку опять с Глимс, опять свернули. Что-то как-то у нас драка разделилась. Он не хочет, по-моему, фокусить легенку. Куда сам страйк? Ну ладно. Что-то пляж-то у нас бедолага Акс, Вуфорс, Акс, Телекинези, Торнадо, кинули Акс, приехал по-моему. И от его просто увез. Да, нужно время, нужно вместе оказаться. Но в сторону не спасли, так развлекались. Правда, Вист повернется, бедолага. А как сейвить в Испании понятно. А он предъявит. А он с Аксом вернулся оба фуловые. Сейчас еще будет атака по Т4 оппонента. До свидания, путь. Атака дальше будет. А нету ману Эмбера. Эмберу всю ману восстановили. Все окей, все фуловые. Вроде только что были лоу. И вот тебе минус опять Виверменкер. Отправляйте в таверну как-то дальше. Никак, ГГВП. Действительно играть дальше как-то не имеет смысла. Гораздо слабее команды здесь охраны оказалась. Именно в этой игре. Что случилось, не так, не знаю. На самом деле, на мой взгляд. Мне кажется, все-таки Висп случился. Вот просто не законтролили его в лесу. И все, понеслось. Во-первых, Висп поймали. Во-вторых, путь просто... Ну, мало от него активности было. Мне кажется, ожидалось гораздо больше. Если бы он ходил по карте и убивал бы все, что видел. Ну, скажем так, гангалпы. Хотя бы отвлекал, отгонял от лайнов, скажем так. То было бы гораздо больше пользы. Может быть. Может быть. Терриотизировать, конечно, можно много. Но будем поздравлять Пенто Спортс. И будем надеяться, что охрана покажет нам во второй карте что-то чуть более уверенное. И покажут нам более уверенное. Ну, вообще, в принципе, противостояние более равное. И будем желать им в этом удачи. А пока что уходим на небольшую музыкальную паузу. И мы скоро к вам вернемся.